Поскользнулся, упал, очнулся гипс. В подобной ситуации наверняка оказывались многие. Однако не всегда переломы случаются по такому сценарию. Иногда это происходит буквально на ровном месте. Но это только на первый взгляд. Причина может быть в болезни под названием остеопороз. Сегодня ею страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50. 20 октября более 90 стран мира провели день борьбы с остеопорозом. Чебоксары не остались в стороне. Репортаж об этом смотрите далее. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Водные в Чебоксарах прошли сразу два мероприятия, посвященные проблеме этой безмолвной эпидемии. Одной из них – научная конференция. Докладчиками были сильные женщины из Москвы, Казани и нашей республики. Открывал конференцию советник главы Чувашской республики Николай Николаев. Заболевание из Чувашской республики по остеопорозу до недавнего времени было не очень высокой. Это говорит о том, что, к сожалению, страдала диагностика. И то, что на сегодняшний день мы уделяем такое большое внимание этому заболеванию, это говорит о том, что мы поменяли свое мировоззрение. В Чебоксарах специалисты собрались не случайно. Ваш город передовой, и меня это очень радует. Очень многому мы учимся у вас в Центре травматологии и ортопедии. Приезжаем, обучаемся. Школа стопороза у вас проводится. Это тоже ваше пионерское движение. Если доклады на конференции предназначались в основном для профессионалов, то мероприятия в Центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования целиком посвятили пациентам. Чтобы о здоровье начинали думать с молоду, в Центре провели конкурс детских рисунков на тему «Пусть всегда будет мама здоровой». Всем участникам были вручены дипломы и памятные призы. Ну а работа по выявлению болезни начиналась прямо на входе. При помощи специальной программы проводился подсчет десятилетнего риска переломов. Ведущие специалисты республики объяснили гостям, если вам больше 50, то любая неясная боль в спине, искривление позвоночника или потеря роста требует пристального внимания. И без помощи врача остеопороз не победить. Женщины и мужчины в возрасте старше 50 лет должны получать не менее 1500 миллиграмм пищевого кальция. Посмотрите, если вы ежедневно будете съедать полпачки творога, сдобренного сметаной, попрошу заметить, выпивать стакан кефира и съедать бутерброд с сыром, вы получите в таком случае только половину суточной дозы кальция. Но в то же самое время кальция один в поле не воин. Без витамина D кальция не усваивается. За темой теории перешли к практике. Пациентам продемонстрировали, чтобы заниматься собой достаточно совсем немного пространства и времени. Проводят такие тренинги в Центре травматологии и эндопротезирования не раз в году. В первую субботу каждого месяца здесь работает школа остеопороза. Стать ее слушателем может каждое. Ближайшее занятие состоится 2 ноября.